Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале Охотник выходного дня. И сегодня очень необычная распаковка. Это настольный пресс для снаряжения патрона 12-го калибра Буратинка. Я его даже не покупал. Этот пресс прислал мне мой подписчик Владимир Житинёв, который сам эти прессы придумал, сконструировал и вот уже несколько лет успешно делает и продает всем желающим. Давайте посмотрим, что здесь находится. Здесь какие-то бутылки. Это, скорее всего, контейнеры для дроби и пороха. Собственно, сам пресс. Такой вот достаточно увесистый. Еще вот такие вот детали. И небольшая упаковочка с какими-то еще деталями и двумя винтами. Сейчас с этим со всем мы попробуем разобраться и собрать все в единое целое. Конструкция буквально из болтов и палок. Ну, если быть точным, из ламинированной фанеры. Сейчас я вам вкратце расскажу, что собой представляет этот пресс и какие операции можно на нем проводить. А также расскажу, где его можно приобрести, за сколько. А самые стойкие из вас в конце видео узнают, как получить скидку при его покупке. Ну что же, давайте сначала приведем его в рабочее состояние. Для этого нужно закрепить вот эту вот рукоятку двумя положенными в комплект болтами. При помощи, опять же, идущего в комплекте шестигранника. Закрепив эти болты, еще подтянем нижние болты. Ну и теперь можно считать, что пресс практически готов к использованию. Есть еще вот такой лоточек. Сюда будут падать использованные капсули при декапсуляции патронов. Он вставляется вот сюда в основание. Также пресс оборудован дозаторами. Как раз есть две бутылки и два вот таких вращающихся дозатора, которые можно настроить. Один из них для пороха, другой, соответственно, для дроби. Лично я дозаторами не пользуюсь. Порох при снаряжении патронов я всегда взвешиваю на электронных весах. Если вы используете порох-сокол, либо черный порох, дымный, то да, можно его отмерять мерками, либо дозаторами. Но обычный, хороший, бездымный порох я не стал бы рисковать, отмеряя дозатором. Дробь? Да. Дробь можно отмерять дозатором, потому что там погрешность плюс-минус грамм в принципе не так сильно влияет на качество выстрела. И, по крайней мере, не приведет к каким-то печальным последствиям с ружьем. Дозаторы вставляются вот сюда. Их можно настроить специальным образом. Но сейчас я этим заниматься не буду. В рамках этого видео это не принципиально. Вот таким образом я установил бункеры для дроби и для пороха. Установил сюда дозаторы. И, в принципе, пресс готов для работы с патронами. Как я уже сказал, пресс Буратинка сделан из болтов и ламинированной фанеры. В общем, конструкция, как говорит один мой знакомый, простая как мучание. Но, видимо, поэтому достаточно надежно. Также в комплекте поставки есть вот такой патрон. Ну, это не настоящий патрон. Это гильза, обжатая на данном конкретном станке. Мастер, который изготавливает станок Буратинка, Владимир, он всегда делает один контрольный патрон для каждого своего станка. То есть он берет гильзу, засыпает туда какое-то пшено или что-то такое, да, и делает муляж патрона. То есть здесь пробитый капсуль, и патрон полностью обжат именно на этом станке. Таким образом проверяется работоспособность станка. На прессе Буратинка можно выполнять все операции по снаряжению патронов 12-го калибра. Ну и давайте на примере моей стреляной гильзы попробуем осуществить все эти операции. Начнем, естественно, с декапсуляции. Устанавливаем гильзу на первую позицию и опускаем рычаг, одновременно декапсулируя и обжимая донса гильзы. Вот здесь вот нужно приложить достаточно большое усилие, чтобы продавить рычаг. Естественно, незакрепленный пресс болтается. Это плохо. А теперь нужно еще приложить обратное усилие вверх, чтобы вытащить гильзу. Вот. Все. Теперь, когда юбка обжата, капсуль упал вот в этот лоток, про который я говорил. Мы этот же капсуль ставим назад. Ну, потому что мы собираем макет патрона, а не настоящий патрон. Ставим его на вторую позицию и капсулируем гильзу. Гильза капсулирована. Теперь засыпаем сюда крупу. Ну вот, я заполнил гильзу крупой. Теперь ставлю ее на третью позицию. Если у меня были бы пыжи, то третья позиция, она работает просто как навойник. Она досылает туда пыжи. После чего я перемещаю гильзу на четвертую позицию и формирую шалашик, так называемый, то есть под закрытие звездой. Четвертая позиция формирует шалашик. А пятая позиция этот шалашик закрывает звездой. Патрон звездой закрыт и на шестой позиции мы уже окончательно формируем полукруглый буртик и запечатываем этот патрон. Патрон получился довольно качественный, даже несмотря на много раз стрелянную гильзу. И теперь последняя, седьмая позиция. Это, конечно, любителя, но я думаю, владельцы полуавтоматов это оценят. Седьмая позиция это дополнительное конусование носика патрона, чтобы не было утыканий. Ну, согласен, это на любителя, конечно, но если кому-то это поможет избежать задержек при стрельбе из полуавтомата, то будет здорово. Стоит отметить, что матрицы на четвертой, пятой и шестой позиции, то есть формирование шалашика закрытия звездой и запечатывания этой звезды являются полными копиями волконтовских матриц, достаточно качественных. Но в отличие от волконтовских матриц, которые изготавливаются высокоточным литьем, данной матрицей изготовлены фрезерами, что позволяет еще более точно соблюдать их форму. Также хочу отметить, что каждый пресс-буратинка имеет собственный номер, который нанесен вот здесь. Мне достался 680-й экземпляр. Это значит, что к этому времени 679 экземпляров уже нашли своих счастливых владельцев. Я, пожалуй, и сам бы с удовольствием приобрел этот пресс, если в свое время жена не подарила бы мне станок для снаряжения патронов LELOAT 2, который, в принципе, выполняет все те же самые функции, что пресс-буратинка, ну, только буратинка стоит несколько дешевле, чем LELOAT. Особенно актуально это сейчас, когда все импортные вещи дорожают, а пресс-буратинка отечественный и стоит по-прежнему 12 тысяч рублей. Естественно, все контакты Владимира, мастера, который изготавливает вот эти вот прессы-буратинка, я оставлю в описании к этому видео, и вы сможете связаться с ним и заказать себе такой же пресс, если будет желание. А все, кто досмотрел до этого места, смогут воспользоваться при заказе пресса-буратинка промокодом Охотник выходного дня и получить скидку тысячу рублей. Спасибо, что посмотрели, оставайтесь на канале Охотник выходного дня, и в следующем своем видео я покажу наглядно и доступно, как я буду снаряжать этим прессом-буратинка свои патроны для весенней охоты, которая у нас в Ленинградской области открывается 22 апреля. Знаю, что во многих регионах весенняя охота уже открылась и успешно идет, поэтому всем не пуха и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok